Приветствую друзья! Итак, главным рычагом влияния России на поставки газа в Европу станет режим работы газопровода Северный поток-2. От этого зависит вопрос, сможет ли Старый Свет пережить зиму 2021-2022 годов без потрясений из-за локальной или даже глобальной недостачи газа. Это делает достаточно сильными позиции России на переговорах по исключению Северного потока-2 из третьего энергопакета Евросоюза, поскольку в полной загрузке газопровода заинтересованы уже сами европейцы, перед которыми замаячила угроза ледяной зимы без российского газа. Спотовый рынок, который Евросоюз считал альтернативой привязке котировок газа к нефти и на введении которого всегда настаивали и Брюссель, и покупатели, и вставшие на их сторону европейские суды, сыграл с Европой злую шутку. Спот – это покупка газа здесь и сейчас, без каких-либо долгосрочных обязательств или формул цены. Говоря простыми словами, Европа желала уйти от жестких договорных обязательств в поле свободных продаж, чтобы не оказываться связанными договорными обязательствами на покупку газа, когда газ не нужен. Мол, если понадобился – купили, не нужен – не покупаешь. Но это, разумеется, не касается всего объема продаваемого в Евросоюзе газа, а только на части его. Основная идея Евросоюза заключалась в том, что продавцы газа, заинтересованные в емком европейском рынке будут толпиться на споте, а покупатели из Старого Света через губу торговаться с ними, диктуя свои условия по цене газа. Дополнительным фактором еврочиновники считали сжиженный природный газ, предполагая, что его будут везти к ним со всего мира – из Африки, из США, с Ближнего Востока и даже из Австралии. Однако уже в конце 2020 года эта фантазийная схема столкнулась с суровой реальностью. На фоне быстрого восстановления экономик стран Юго-Восточной Азии после ковида спрос на газ резко увеличился. Цена газа на азиатском споте периодами достигала чуть ли не тысячи долларов за тысячу кубометров. В итоге многие традиционные поставщики LNG, которые до этого спокойно продавали свой газ в Европе, развернули свои танкеры и направили их в Азию. Да там и остались. Азиатские цены высоки до сих пор. В былые времена Евросоюз мог бы рассчитывать на собственную добычу природного газа или на поставки из Норвегии. Однако на протяжении последних десяти лет добыча газа в этой скандинавской стране практически не растет. А добыча газа в Великобритании и Нидерландах, которые были основными внутренними поставщиками газа в Евросоюз, сокращается год за годом. В такой ситуации единственной надеждой Евросоюза стал российский «Газпром», с якобы избыточным влиянием которого Брюссель беспощадно боролся доброе десятилетие. Дело в том, что несмотря на постоянные декларации Евросоюза о борьбе с «Газпромом» и попытках ограничить его долю рынка комфортными для Европы 25% доля российского газа в общем газовом балансе Европы только растет. Так в 2020 году «Газпром» занимал уже 32% от всех европейских продаж природного газа. А в нынешнем году газовый гигант значительно превзошел прошлогодний рекорд. За первое полугодие увеличив поставки газа в Европу еще почти на четверть и скорее всего достигнув там отметки 40% от общих продаж голубого топлива. Таким образом, «Газпром» сегодня в ударном темпе замещает в Европе выпавшие поставки СПГ, падение добычи газа в Норвегии за 2020 год минус 6% и ее собственный провал по добыче газа в Великобритании и Нидерландах. Также очевиден тот факт, что сезон закачки европейских подземных хранилищ газа, который обычно стартует в начале августа, в этом году превратился в сезон их тотального опустошения. Главное сейчас, чтобы европейские судьи, рассматривая очередное обращение по ограничению мощности российского газопровода, четко знали, что хранилища газа в Европе пустые. Так вижу, друзья.